Даже через скудную информацию может просочиться истина, ведь не все, что блестит золото. Если Запад так обеспокоен разногласиями между Баку и Ереваном относительно мирной повестки, напрашивается вопрос, почему навстречу приглашается только одна из сторон. И тут же, согласно заявлениям из Брюсселя и Вашингтона о том, что цель саммита – проведение дискуссий о повышении устойчивости Армении, возникает уже следующий вопрос. Не нацелена ли рокировка официального Еревана в пользу Запада, на получение определенных гарантий военно-политического и экономического характера. После этой бруссельской встречи 5 апреля они хотят расширить вот этот контингент, это присутствие европейских наблюдателей. И ни для кого не секрет, что они бывшие и неночные военные представители спецслужб. И, конечно, они собирают разведывательно-диверсионную информацию и потом делятся. И, конечно же, в ущерб этого региона надо принимать внимание, что Армения, член ОДКБ, является до сих пор военно-политическим союзником Российской Федерации. И, конечно, они ведут здесь агентурную работу против Российской Федерации. Инициированной Азербайджаном после победы в 44-дневной войне и проведенных одноневных антитеррористических мероприятиях мирный процесс является демонстрацией конструктивизма в вопросах нормализации отношений и налаживания постконфликтной ситуации в регионе Южного Кавказа. Однако, как побежденная сторона, Армения даже после сокрушительного фиаско на поле боя не хочет принять новые реалии и продолжает метаться из стороны в сторону, ища поддержку теперь уже с Запада. На протяжении последнего времени вся эта миссия лишь была элементом манипуляции против Азербайджана. И они вели только бинокльную дипломатию, а на деле ничего не решали. Но призыв этих наблюдателей был для того, чтобы укрепить процесс делимитации и демаркации, потому что европейские наблюдатели не знакомы с этим регионом, и они должны были получить достоверную информацию в связи с рельефом, в связи с регионом. Но, к сожалению, они преследуют свои геополитические интересы, и Армения служит только предметом для их обоснования в этом регионе. Кратковременная мониторинговая миссия Европейского Союза вдоль армянской стороны недолимитированной границы, которая должна была внести свой вклад в установление доверия между Баку и Риваном, вдруг превратилась в миссию с антиазербайджанской пропагандой. Также значительно увеличила срок своего пребывания и количество наблюдателей. Но при этом она даже не удосужилась получить согласие, находящегося по другую сторону границы Азербайджана. Мы это наблюдали еще в Гранаде. Сейчас в Брюсселе очередное участие без Азербайджана. Встреча будет проводиться. И, конечно, здесь есть у Америки свои геополитические интересы для того, чтобы выдавить Российскую Федерацию из Южного Кавказа. И первым шагом мы видим, что российские военные 1 августа уже покинут аэропорт Зварноц в Ереване. И, конечно, потом уже последующие шаги будут выдворение российских пограничников с границ Турции и Ирана в Республике Армения. И, конечно, последующим, конечным шагом будет вытеснение российской военной базы в городе Кюмри. Сегодня Баку обеспокоена ситуацией, которая может навредить установлению мира на Южном Кавказе. Ведь военно-политическая поддержка Запада может спровоцировать новую волну эскалации и напряженности в регионе. Кемаль Азиз Газе. Новости АСТВ.